Привет, друзья! Подписчики мои, да начнется турнир Ворлда Спригана! Друзья, моя суть очень проста. Мы сражаем третий сезон и четвертый сезон, вернее сражаем просто третий и четвертый отдельно. Из них мы выбираем несколько чемпионов, которые обыграют трех волчков. Потом тех, кто обыграл трех волчков, мы сражаем еще в отдельном видео, и уже вот тот финалист сражается с Ворлдом Сприганом. Начинаем мы с сезона с пятого, потому что волчков меньше всего, и здесь мы не будем выбирать несколько. Мы выберем сразу одного. А, естественно, потом главный ролик Мэйн Эвент, Лорд Сприган против всех волчков из трех сезонов. Погнали! Первые два соперника, друзья мои, у нас Люцифер и Рэдж Лангинус. Но, если честно, мне кажется, я могу, в принципе, и так догадаться, кто выиграет в каждом сезоне. Если брать, допустим, две рандомные пары, выбирать из них одну и так далее. Ну вот, видишь, Лангинус подводит меня. Смотри, ну вот что делает? Оригинальная пускалка, ребята, две тысячи. Мрак! Просто безумие! У нас турнир Спригана стартовал, отлично. Здесь есть ничья или нет ничьи? Как вы думаете? Пишите в комментариях, не знаю даже, будь не будь ничья. Нужно выиграть... О, у нас опободил, кстати, Люцифер. В этом сезоне, в пятом, здесь мы просто выбираем одного соперника. Темпес Драгон. Одного, кто окажется просто последним выжившим. Может быть, не совсем честно, по отношению к другим волчкам, но волчков в пятом сезоне, ну, объективно мало. Поэтому, ребята, уж извиняйте мне. Итак, Темпес Драгон схлёстывается с Люцифером. Есть ли шансы у Люцифера? Я, на самом деле, я верю, конечно, в силу рандома, но все равно, наверное, в мейновейте сегодняшнего дня я жду именно Темпес Драгона против Рактавора. А мы ждать не будем, мы сразу их сразим. И дальше будет видно. Что нам мейновейн ждать? Погнали! Может быть, сейчас произойдет что-то сверхъестественное, ребятки. Что-то крутое произойдет прямо сейчас. Я ожидал бер... О, да! Я ожидал берсту от Рактавора. И вот, пожалуйста, берсту случилось. Следующий соперник Темпес Драгона, друзья мои, становится Люцифер. Тайблэй! Ой, Люцифер, край сатан. Который, увы, проигрывает. Отлично, неужели сегодня Темпес Драгон станет единственным победителем в моей великолепной рандом-битте? Давай дальше. Брейв Валкирия. Погнали. Вау! Сразу жесть, сразу мясо. Сразу сходу. Мне кажется, у Валькирии нет шансов. Да. Темпес Драгон, походу, будет сражаться у нас против Лорда. Дальше идем. Эй, без Диаболос. Ой, вернее, Дэс Диаболос. Сприган! Я думал, выкинет. Нет, не выкинул. Все, конец. Дальше, друзья мои, сейчас будет интересная битва. Пошли. У нас Супер Хайперион. Погнали. Вау! Как все изменилось! За секунду буквально Супер Хайперион выбросил. Темпос-то. Ничего себе! Вот это поворот! Вот это нежданчик! Но все было честно, было касание. Я думаю, что... Обалдеть! Супер Хайперион психанул! От души психанул! Че такое вообще? Как происходят дела-то, ребята? Так, Супер Хайперион замедляет свой ход. У нас остается еще два волчка. Эбис Диаболос и Мирэш Фафнир. И тоже мы их сразим с тем, кто выиграет сейчас. Причем осталось два левосторонних. Было бы забавно в конце сразить все три левосторонние бейблейды. Давай. Нападай уже, Хайперион. Делай что-нибудь, пожалуйста. Нам нужно шоу. И у нас, друзья мои, ничья. И у нас в финале, глазам не верю, у нас Эбис Диаболос сражается против Мирэш Фафнира. Я... Я... Я не верю, что это происходит. И, друзья мои, если сейчас, мало того, что Темпест сильнейший мог сражаться, Супер Хайперион бы проиграл, да, потому что Темпест и Лорд, в принципе, равны, но Лорд, наверное, посильнее ворун, но такое, то в данном случае, если сейчас выиграет Мирэш Фафнир, то у Лорда Спригена очень мало шансов выиграть всех трех соперников из каждых сезонов. Вот это интересно. Действительно дошли достойнейший. Абсолютный рандом, друзья мои. Итак, смотрим. Но если сейчас будет ничья, я выберу кого-нибудь одного. Выберу и Виз Диаболос. Да ладно, глазам не верю, друзья мои. Эй, без дела, Блэс. Уже завтра будет совершаться в Мэн-Авенте против Борда Спригена. Вот это поворот, друзья мои. Вот такое было видео. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь, лайк, канал на канал, комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok